Спустя неделю после выхода iOS 17.5 компания Apple выпускает iOS 17.5.1, которая устраняет всего одну ошибку, зато какую. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, сейчас все расскажу, поехали. Итак, не будем затягивать, как обычно, по весу обновления, 300-500 мегабайт в зависимости от вашего устройства, если с 17.5 обновлялись, если с более ранних, то может скачиваться много, вплоть до полного пакета. Что же там у нас с вами правится, фиксится и так далее? На самом деле, всего лишь одна вещь, которая потрясла умы многих. Дело все в том, что после установки iOS 17.5 у некоторых людей начали появляться фотографии, которые они удалили из своей медиатеки. Причем удалили не вчера, не позавчера или не те 30 дней, которые нам дает iCloud, а типа удалили годы назад. И они начали появляться, естественно, у людей начали возникать вопросики, как они могли появиться, если это, собственно, я все удалял. Apple ничего не сказали, но сегодня выпускают обновление, которое, прямо официально они пишут, устраняет именно эту проблему. Да, конечно, вопросиков к Apple здесь появляется много. Например, удаляются ли наши фотографии, когда мы их удаляем из iPhone, из iCloud, или они там хранятся все это время. Есть теория, что эти фотографии могли восстанавливаться из каких-то старых-старых резервных копий, и да, такое действительно может быть, но Apple это ничего не проконнентировало, и тем не менее странно. Поэтому, как вы понимаете, если вы ставили 17.5, и у вас есть какие-то порочащие ваши чести и достоинства фотографии, которые вы давным-давно удалили, ну, наверное, на 17.5.1 стоило бы обновиться. Да, кстати, вы все знаете, что у нас здесь самые быстрые ролики на русскоязычном сегменте YouTube про обновление iOS, бета-версию iOS, релизные версии iOS, да и про Apple в целом, но еще быстрее это все появляется у меня в Telegram-канале, ссылочка на него будет внизу в описании, потому что видео все равно требует времени, не нужно сесть, подготовиться, изучить информацию, снять видео, смонтировать видео, выложить и так далее. А в Telegram это все публикуется моментально, поэтому залетайте в Telegram, там всегда еще более быстрые новости для вас. Я себе, естественно, поставил эту систему, ничего, конечно же, не поменялось, если мы смотрим на тесты производительности, то там все тоже на прежнем уровне. По автономности завтра посмотрим, как там относительно iOS 17.5 все стало, как обычно сейчас дорядился до 100%, весь день я отхожу, к вечеру в том же Telegram-канале вам расскажу, как и что, поэтому подписывайтесь на Telegram-канале опять же. Если мы говорим о том, что дальше, дальше ждем бета-версию iOS 17.6, непонятно, когда выйдет, на этой неделе, на следующей неделе, ну, в общем, где-то в каком-то ближайшей перспективе мы должны ее увидеть. Ну и там дальше уже совсем WWDC 2024, напоминаю, 10 июня. Буду ждать вас всех, будем вместе с вами все смотреть и устанавливать. iOS 18, iPad iOS 18, много ништяков должно прилететь. Если этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, поставьте большой пальцем, мне это будет приятно и поможет каналу в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, что классно, интересно, не пропустите. YouTube вам пришли уведомления с выходом нового ролика. Ну и, конечно, там же внизу напишите, что думаете по поводу этой ситуации. Действительно ли Apple хранит наши с вами фотографии где-то у себя на серверах, или это просто неудачное стечение обстоятельств. Будет интересно, почитаю, с вами подискутирую. Конечно же, вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, все, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока!